В правительстве задумались о правах людей с инвалидностью. Чиновники на этой неделе обсуждали вопросы социальной защиты. Самый больной из них – реабилитация. Специализированных центров в стране катастрофически не хватает. В лечении сейчас нуждаются больше 200 тысяч человек. Но в Казахстане только 40 профильных учреждений. А в пяти регионах – это Алматинская, Актюбинская, Акмолинская, Западно-Казахстанская область. И даже в столице, по данным Минтруда, вообще нет ни одного центра реабилитации стационарного типа. Обеспечить всех нуждающихся власти смогут не раньше, чем через пять лет. Еще одна проблема – это трудоустройство. Предпринимателям выделяют субсидии, чтобы брали в штат граждан с инвалидностью. Но такое стимулирование почему-то не помогает. Только у 25% есть постоянная работа. На сегодняшний день, по итогам первого полугодия, по республике Казахстан насчитывается 705 тысяч лиц с инвалидностью. Из них порядка 430 тысяч лиц с инвалидностью трудоспособного возраста. Из них более 100 тысяч на сегодняшний день охвачены занятостью. Но самое печальное, что вакансии будто издевательские. Например, людям без ног предлагают работать курьерами. И все бы ничего, но ведь элементарные пандусы есть до сих пор не везде. Ирина Крештоп о неравных возможностях. Эль Мурату 8 лет. У него несколько диагнозов – окклюзионная гидроцефалия, ДЦП и эпилепсия. В 6 лет он научился сидеть с опорой и выучил несколько слов. Помогли лечебная гимнастика, массаж и занятия у логопеда, рассказывает мать. Правда, добиваться реабилитации пришлось долгих 4 года. У нас эпилепсия нельзя, нельзя, нельзя. Потом мы ходили к одному невропатологу, к Пушкарёву. Он сказал, что ему нужна реабилитация, это необходимо. Нас поставили на портал, они сказали, тоже можно. Мы кое-как пробили этот портал. В поликлинике почему-то отреагировали на это негативно. Курс всё же провели. И больше с ребёнком ни один специалист не занимался. Мать сама разминает сыну мышцы. Говорит, по закону, Эль Мурат должен проходить реабилитацию 2 раза в год. Но врачи не дают разрешения. Разрешения нету, тренера не хотят уже брать. Разрешения нету, в своей ответственности кто не хочет брать. Реабилитация недоступна многим казахстанцам с инвалидностью. В ней, по официальным данным, нуждаются больше 200 тысяч человек по всей стране. Но чиновники говорят, о людях с особенностями не забыли. В этом году лечебную терапию прошли больше половины пациентов. Но ещё есть куда стремиться. Через 5 лет лечебной терапией охватят всех нуждающихся. Правда, для этого нужно построить специальные центры. Глава Минздрава заверил, уже в этом году будут готовы 8. В будущем возведут ещё 10. Но попасть туда смогут только дети. Открытие 18 реабилитационных центров позволит обеспечить медицинской реабилитацией более 45 тысяч детей. А вот у взрослых возможности ограничены. В Алматы мало где принимают людей с особенными потребностями старше 18-ти. Говорит руководитель ассоциации инвалидов. Ербол Игембергенов сам нуждался в реабилитации. Но попал в аварию и уже не смог встать на ноги. На тот момент такого понятия, как реабилитация, вообще, я думаю, не было. То есть вот у нас в целом не только по городу, а в Казахстане. Многие стремились за границу ехать и так далее. Дорогостоящие лечения. Ербол остался. И несколько лет добивался открытия специализированного центра. Говорит, местные чиновники не видели в нём необходимости. Помогло обращение в правительство. Центр реабилитационный играет большую роль. Во-первых, в реабилитации, именно улучшение здоровья, качества жизни. То есть вот у человека появляется желание двигаться, встать на ноги, развиваться. То есть и социализация. Мы все вместе посещаем кинотеатры, театры. Мы выезжаем постоянно в горы. С 2017 года здесь стараются поставить на ноги тех, кто оказался в коляске после аварии или инсульта. Специалисты помогают и с социальной адаптацией. Здесь зал с тренажёрами, два кабинета массажа и физиотерапии и небольшая столовая. Центр занимает первый этаж пустующего здания. Процедуры здесь проводят бесплатно, но само помещение небольшое, а также не хватает тренажёров. Некоторые из них сотрудники собрали сами. В день центр посещают не больше 25 человек, а только в Алматы в реабилитации нуждаются около полутора тысяч людей с ограниченными возможностями. Ербол ищет возможности для расширения. Теперь в его владении все пять этажей. Уверен, сможет принимать в центре до ста человек в день. Правда, нужны спонсоры, которые помогут оснастить всем необходимым. Ажар Аязбаева занимается лечебной гимнастикой и посещает массажиста. У неё слабые мышцы, ходить нет сил. Полноценно двигать руками тоже не получается. Её реабилитация длится уже три года. Я начала ровно сидеть, то есть в коляске. И ещё у меня, вот, например, правая рука ничего не могла делать, так как я левша. Всё левое делаю. Соответственно, правая начала что-то делать. Коляску передвигать. Воспитатель по образованию мечтает работать в детском саду. Только вакансий для неё нет. Уверена, не берут из-за инвалидности. Найти подходящую работу попробовала в центре занятости. Они предложат такие специальности, как массажист, пеший курьер. Ну, это в моём положении просто, понимаете, как можно быть курьером пешим. Мы решили узнать, получится ли освоить профессию курьера на коляске. Первый объект – аптека. Подняться по ступенькам можно только пешком. Бизнесмен не потрудился установить пандус, хотя обязан. Здесь ничего не предназначено для инвалидов. А если, ну, мы такие же люди, как и здоровые. Заехать, если так кричать, из-за дороги не слышно. Звонок есть, только высоко, а ещё не работает. Буквально за углом – госучреждение. Взбираться по этому подъёму ажар не рискнуло. У меня колёса, ай, получается, видите, по размеру не подойдёт. С перелами тоже не получится, могу перевернуться. А съехать по пандусу в подземный переход решится разве что экстремал. Если начну вниз спускаться, коляска не удержится и сама покатится. Это я должна быть сопровождающим. Специально сделано, длиже, вот, конечно, трава, валия. Ажар хвалит гладкое покрытие тротуаров. Препятствий к автобусной остановке нет. А вот попасть в салон надо постараться. Открывать пандус водитель не собирается. Нет, нет, мне нужно. А что надо? Надо фандус. Уехать на этом автобусе не получилось. Следующий и вовсе ажар пыталась догнать, не смогла. Ааа, что это такое? Сколько водителей проехали мимо, сбилось со счёту. Многие просто игнорируют людей на колясках. И только спустя час ожидания ажар смогла самостоятельно сесть в автобус. А ведь до нашего эксперимента премьер-министр отчитался. Казахстан стал доступнее для людей с инвалидностью. Проведена значительная работа по обеспечению доступности транспорта для лиц с инвалидностью. В ближайшие пять лет на 30% должна вырасти доля занятых лиц с инвалидностью. Разрабатывается справочник рекомендуемых профессий и занятий для лиц с инвалидностью. Но пока профессии лучшие, чем массажист, в центре занятости предложить, похоже, не могут. Айдбек Аулбаев от такой карьеры отказался. У него инвалидность по зрению. Юрист со стажем искал работу по своему профилю. Я там подавал резюме, потом понял, что на данный момент работодатель не готовый рассматривать меня, человека с инвалидностью, как потенциального кандидата на вакантное место. И мне пришлось, собственно, самому искать пути заработка. Открыл рекламное агентство. Работает на себя и удаленно. А помогает во всем супруга. Для работы мне нужны телефоны, кошелек, карточки, деньги. Ну и супруга, естественно. У меня супруга является пиарщиком. Это ее компетенция, это ее вопросы. С меня больше операционная деятельность, юридическое сопровождение. Ну, в целом, менеджмент, организация бизнеса. В Министерстве труда утверждают, что около 14 тысяч людей с инвалидностью нашли работу через центр занятости. Особенные сотрудники занимают должности IT-специалистов, юристов и даже охранников. Если от 50 человек в штатные единицы у работодателя, он обязан принять к себе лица с инвалидностью. На сегодняшний день также один из механизмов привлечения лица с инвалидностью к труду. У нас есть квота, которая утверждена приказом министра. Данная квота у нас действует для всех работодателей. Хочешь узнать, как живется инвалид в Казахстане? Очень просто. Ты можешь никого устроиться на работу. Спасибо, Дим. Он легко шутит о тех вещах, которые здоровые предпочитают не замечать. Саламат Булатов снимает ролики для ТикТока. Всем привет, дорогие друзья. Сейчас мы находимся в магазине с Олей. Мы запускаем челлендж. Два года назад он лишился ног и руки, когда попал под поезд. Но сразу решил, что будет ходить. Пусть даже на протезах. Желание жить, работать превышало все остальное. Ей как-то нужно было зарабатывать, чтобы кормить себя, кормить семью, оплачивать какие-то кредиты. Он водит машину, работает в Актюбинском университете, в пресс-службе. Подрабатывает маркетологом и СММ-специалистом. Саламат просто начал другую жизнь. Такую же, как у всех. Я решил начать все с чистого листа. Мой путь непростой. Но я все равно иду. Навстречу ветер и метель мне мину. Из всех дорог. Ирина Крештопа, Игири Мумарова, Айман Егинбаева, Ламзар Люсан и Ернат Бартыбаев. Большие новости. Субтитры предоставил DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстане. Субтитры предоставил DimaTorzok Продолжение следует...